Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря годовые данные по ВВП США в 13.30 по GMT. По прогнозам эта оценка за четвертый квартал, правда уже финальная, показатели роста составят 3,3%. Это очень сильный показатель. Это показатель, который достоин какой-нибудь развивающейся страны. Тут мы говорим о ведущей экономике мира. Поэтому, безусловно, подтверждение такого сильного релиза, таких сильных показателей станет потенциальным драйвером для укрепления позиций американского доллара. Также хочу отметить, что рост экономики будет дополнительно свидетельствовать о том, что она остается в состоянии вот этом перегретом, о котором я ранее уже говорил. Это состояние, при котором скорее всего риски, связанные с усилением инфляционного давления, сохранятся. А как американский регулятор противостоит этим рискам, мы с вами прекрасно знаем. Он проводит жесткую монетарную политику и пока что тянет резину с вопросом, который предполагает снижение ключевой процентной ставки. В 15.30 по GMT выйдут данные по запасам нефти. А в США на фоне вчерашнего релиза от Американского института нефти, я думаю, что запасы снова вырастут. И очень рассчитываю на то, что котировки нефти после этого перейдут к снижению. Потому что уже длительный период времени озвучиваю, транслирую идею того, что Brent имеет куда больше оснований для того, чтобы развить нисходящую динамику, вернуться в район 80 долларов за баррель и потенциально оказаться еще ниже. В течение дня буквально с 17.00 по GMT и несколько размазано там время на полтора-два часа далее, то есть по ходу американской торговой сессии нас ожидает выступление представителя американского регулятора Бостича, Коллинса и Вильямса. Я думаю, что их точка зрения не будет отличаться от того, что они озвучивали буквально несколько недель назад. И все три представителя Федрезерва поддерживают идею того, что американскому регулятору не нужно сейчас торопиться с переходом к мягкой экономической политике. И, соответственно, дополнительные сигналы от чиновников Федрезерва о том, что американский регулятор будет удерживать ставку на отметке 5,5%, могут стать дополнительным попутным метром для доллара. На данный момент индекс доллара 103,85 котировки с открытия азиатской сессии. Мы видим то, что интерес к доллару растет и индекс доллара прибавляет. Вчерашний отчет по заказам на товар родительного пользования в США оказался хуже, чем ожидали эксперты, снижение на 6,1%. Ну, вы знаете, какого-то негативного влияния на доллар этот релиз не оказал. Может быть, потому что участники рынка фокусируются прежде всего в рамках этой недели. На предстоящем сегодня релизе по темпам экономического роста США и очень сильно ждут отчет PCI по индексу расходов наличное потребление, который выйдет в четверг. Это наиболее предпочтительный индикатор для Федрезерва в оценке и расчета инфляции. И там могут быть сюрпризы, связанные с усилением показателя в месячном выражении. Он может вырасти с 0,2% до 0,4%. И, по идее, это станет еще одним убедительным доказательством, поводом для Федрезерва, чтобы продолжать транслировать идею того, что еще не созданы на рынке идеальные условия для смены вектора национальной денежно-кредитной политики. По данным инструментов AdWatch Tool, вероятность снижения ставки в мае сейчас 18,4%. Еще ниже, чем была в начале этой недели. В июне вероятность снижения процентной ставки 51,3%. Ранее комментировал прогнозы от Goldman Sachs. Они считают, что первое снижение процентной ставки в США произойдет в июле. И я, кстати, разделяю точно такую же точку зрения. Золото 2030 долларов за тройскую омсу. Консолидация буквально на одном и том же уровне уже третий день подряд. Напомню, что очень трудно сейчас золоту выйти на новые локальные максимумы при росте доходности американских облигаций. А американские трежерис растут. Если мы начали эту неделю по десятилеткам на отметке 4,21%, сейчас это показатель уже 4,3%. И после выхода сегодня сильных данных я допускаю, что доходность трежерис может оказаться еще выше. Раньше меня несколько ограничивал фактор именно в этой идее того, что рыночный сантимент свидетельствовал о том, что толпа находится в продажах. И я понимал, что при такой расстановке сил, когда толпа, я имею в виду, больше 65% трейдеров в шарте или золото, золото также не могло перейти к развитию нисходящей динамики. Но сейчас условия следующие. Сантимент 50 на 50. И мы понимаем, что доходность трежерис и потенциальное укрепление доллара будут создавать все больше оснований для того, чтобы продавцы осознали наличие потенциала для снижения золота в районе 2 тысяч долларов за тройскомунс. В общем, прежняя сделка снижения остается все еще актуальным. Евро против доллара 1,0830. Из отчетов прошлого дня можно отметить плохие данные по росту объемам кредитования. В этот раз прирост составил всего лишь 0,2%, 0,3%. Это самые медленные темпы роста с 2016 года. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что такие показатели кредитования являются следствием очень высокой процентной ставки, которая не позволяет домохозяйствам развернуться и вернуться к прежним индикаторам активности и спроса на кредитные продукты. Ждем сигналов от Европейского центрального банка, когда же все-таки начнет снижаться процентная ставка. Я думаю, что эти сигналы точно начнут поступать после выхода пятничных данных по инфляции, где с большой долей вероятности мы увидим очередное снижение показателя, что позволит ЕЦБ начать корректировать монетарную политику. Снова акцент. Выберите какой-то один инструмент. Либо индекс доллара, либо евро-доллар. В принципе, показывают зеркальную динамику, но надвигаются на одном фундаменте. И эти движения очень схожи. Доллар канадец 1,3545. Рост продолжается в соответствии с нашим прогнозом. У нас есть еще козырь. Это в четверг данные по ВВП Канады за четвертый квартал. Ожидание не очень. Снижение на 0,2%. И я думаю, что эта статистика может усилить распродажи канадского доллара и отправить пару доллар-канадец выше уровня 1,36. Доллар-иена здесь тоже в соответствии с нашими ожиданиями идет развитие бычьего восходящего тренда и движения, как угодно можно сказать, 150,60 текущей котировки. И напомню, что факторы, которые давят на иену, это снижение инфляции, рецессии в японской экономике. И, кстати, в марте состоятся переговоры между профсоюзами и представителями бизнеса по зарплатам. Может быть, этот показатель, фактически, когда будет известно, насколько заработные платы потенциально могут быть увеличены, повлияет на действия Банка Японии, потому что в случае значительного роста заработных плат это будет стимулировать повышение инфляции. Но пока это только лишь теория. Я предлагаю дождаться непосредственно этого события. Это сейчас работать с тем, что есть. А есть у нас исключительный негатив по японской экономике. Американский фондовый рынок, думаю, что не за горами. Новый максимум S&P уже 5087 пунктов, движение выше 5100. Это, наверное, путь наименьшего сопротивления сейчас для покупателей. И эта цель точно будет достигнута. Биткоин 57 270. Практически каждый день мы переписываем наши целевые ориентиры, обновляем, достигаем целей и мыслим амбициозно. При том тренде, который сейчас развивается, при той фундаментальной поддержке, полагают, что 60 000 – это вопрос уже ближайших торговых сессий. По рынку нефти, как уже отметил, жду развития нисходящей динамики, потому что сегодня выйдут данные по запасам нефти США. Обираясь на корреляцию с показателем от Американского института нефти, запасы, скорее всего, снова вырастут. И также не забывайте иметь в виду, что прямо сейчас обсуждаются условия мира между представителями Израиля и Палестины. И есть информация о том, что этот договор, соглашение может быть подписан уже на следующей неделе. Поэтому снятие геополитических рисков тоже может стать причиной для активных распродаж нефти. К этому нужно быть готовыми. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!